Друзья, всем привет! Ну что, во всем мире борются с заражением 2020, делают себе вакцины, прививки, уколы. Кто-то делает, кто-то не делает, кто-то за, кто-то против. Но вот сейчас вышла новая статья о том, что ученые мира заявили о новом штате, штамме заражения 2020. Как говорится, да что ж такое, когда это все уже прекратится. В мире появился новый штамм вируса. Пока выявлено 10 случаев в Ботсване, в ЮАР и в Гонконге. Эксперты в Лондоне не исключают, что он опаснее штамма Дельта. Значит, 1.1.5.2.9 – это название нового африканно-китайского штамма. Африканно-китайского, интересно, да? Его шиповидный белок, как удалось выяснить ученым, содержит 32 мутации. Сейчас идут исследования, специалисты пытаются понять, насколько заразен новый вид заражения 2020, как я его называю, и могут ли от него защитить существующие вакцины. В первые дни, как стало известно про эту разновидность, сразу возник вопрос, что делать, если она способна сопротивляться вакцинам? И это тревожит. Но раз уж мы неизбежно с ней столкнемся, давайте будем ее изучать. Надо выяснить, те, кто переболел и те, кто привился существующими вакцинами, в безопасности от этого варианта или нет. И я пока не видел внятного ответа на этот вопрос. Также надо понять, станет ли этот штамм более заразным, чем Дельта? Говорит профессор университета Алекс Ван Ден Хевер. В настоящий момент известно только о 10 случаях заражения новым штаммом в мире. Три зарегистрированы в Ботсване, шесть в Южноафриканской республике и еще один в Гонконге. До России, отмечает в Роспотребнадзоре, этот вид пока еще не добрался. Но учитывая, друзья, как быстро это все развивается, учитывая, с какими темпами все это, помните, тогда из Китая к нам пришло, мы даже не надеялись и не были уверены, что когда-то из Китая все это прорвется, вообще весь остальной мир. Но видите, как быстро все это нас захватило. Если штамм может распространяться, добраться до России, вероятность высокая. Но поскольку мы сейчас об этом штамме не знаем практически ничего, говорить о нем довольно рано, считает руководитель научной группы обработки новых методов диагностики Камиль Хафизов. А вот в Японии произошло чудо. Штамм Дельта в стране восходящего солнца самоликвидировался. Специалисты из Национального института генетики университета Ниагаты подробно рассказывают о своих наблюдениях. Причина может быть связана с генетическими изменениями COVID-19, которые происходят с вирусом во время размножения, а мутирует он примерно два раза в месяц. Согласно потенциальной революционной теории, предложенной Итура Иноуэ, профессором Национального института генетики, Дельта-вариант в Японии накопил слишком много мутаций в исправляющем ошибке неструктурном белке вируса под названием НСП-14. В результате вирус изо всех сил пытался исправить ошибки, но это привело к его самоуничтожению. Однако праздновать полностью победу над вирусом в Японии пока рано, считает биолог Анча Баранова. Исчезновение Дельта-штама может быть опасным, так как он сдерживает распространение других вариантов вируса. Ну короче, друзья, одни вирусы самоликвидируются, вот мы от них делаем прививки, вроде бы все, иммунитет повышается, коллективно все это делаем, делаем, делаем. В итоге мы этот вирус уничтожаем, появляется еще один, будем уничтожать следующий, появится еще один, потому что они очень хорошо мутируют. Есть штаммы более зловредные, среди них и те, которые уклоняются от антител, а значит их хуже берет вакцина. Если Дельта сама по себе сдохнет, а другие штаммы обрадуются и придут, возможно от этого станет гораздо хуже. То есть нас, друзья мои, готовят к тому, что скоро будет, извините мне, полная жопушка. Другие специалисты отмечают, что из Японии штамм Дельта никуда не ушел, просто затаился, так как граждане там строго соблюдают все антиковидные меры и активно вакцинируются. Дельта не ушла. Если не будет коллективного иммунитета и противоэпидемических мер, она может разрастись. Касательно того, что туда попадут другие варианты, это маловероятно. Другие варианты проиграли Дельты. В Японии укол сделали более 70% населения, а у нас 45-50%, отмечает главный научный сотрудник Гамалеи Анатолий Альштейн. Остановить пандемию может только уколизация, не перестают повторять специалисты. Но опять же, понимаете, вот сами говорят, вот я эту читаю статью, вот сейчас с вами, да, и у меня получается когнитивный диссонанс. То есть сначала они говорят, что если, значит, делать уколы, да, соответственно, этот штамм будет затаиваться и умирать, но появляются новые штаммы. Я поэтому не понимаю, какой это получается мартышкин труд или игра в одни ворота. В России для иммунизации населения созданы все условия. По данным независимого исследования, в Венгрии наша отечественная вакцина «Спутник Ви» оказалась самой эффективной среди других. На основе анализа данных по вакцинации двумя компонентами вакцин «Спутник», «Модерна», «Файзер», «Бионекс», «Синофарм» и «Астрозанека» резидента в Венгрии в период с 22 января по 10 июня 2021 года российская продемонстрировала лучший результат по защите против летальных случаев от вируса и являются лидером наряду с препаратами компании «Модерна». По данным независимого исследования, «Спутник Ви» имеет высокую эффективность против заражения 2020, более 85% и защитить на 98% от летального исхода. Но жалко, конечно, что Валерий Гаркалин и другие известные личности, о которых говорят в прессе, к сожалению, их это не защитило от летального исхода. А сколько еще случаев, когда люди, о которых мы не знаем, обычные люди, о которых никто не говорит, просто они вот ставят, умирают и так далее. Это все, конечно, очень и очень спорно. Венгрия стала первым государством на территории Евросоюза, которое одобрило российский, российский, российскую вакцину. Как-то странно написано, ну ладно. В общем, друзья, вот такие новости, выводы делайте в комментариях. Как вы думаете, будут ли еще дальше развиваться разные мутации разных видов вирусов и что нас ждет вообще впереди. Всем удачи, хорошего дня и самое главное, берегите себя и следите за своим здоровьем. И надеюсь, что новые штаммы не будут развиваться. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok